Всем доброго времени суток, мне зовут Ванкард, и добро пожаловать в 10-ю юбилейную серию Midnight Train, вероятно последнюю на данный момент. Мы за эту серию постараемся завершить эту главу, и затянуться, но может довольно долго, наверное даже на час, но постараюсь не тормозить. Итак, почти есть так много глаз, понятия не имеем, думаю, их лучше игнорировать. Огромное дерево. Глаза как будто выстроены в какую-то надпись, последний он даже похож на знак вопроса, но на самом деле... Нечего знать, чего они нам не говорят. Что нам делать теперь? Есть идея? Ну, ты хорош в том, чтобы карабкаться на деревья? Почему ты спрашиваешь? Потому что если мы с карабками на то огромное дерево, мы сможем подняться наверх, и может быть там есть что-то полезное? Что ж, давайте вернёмся, если, конечно, глаза не будут против... Ну что-то мне уже не очень хочется карабкаться на это дерево. Ага, традиционный хоррорный элемент. Глаза везде, глаза во всём, во всех предметах. Что здесь случилось? Это дерево не было таким. Глаза слились с деревом, и не знаю, что они могут такое делать. Может, они просто растут на этом дереве. Правда, когда мы проходили, вероятно, они уже опали, это выросли новые. Ну ладно. Даже так можно карабкаться на дерево. Не могу придумать другой путь, продвинуться вперёд. Давай попробуем. Хорошо. Ааа, больно. Это было больно. Но ударило нас. Вселенная, ты в порядке? Тоже искуя себя себе. Тойди подальше от этого дерева. Твои карманные часы это очень хрупкие предмет, не могут легко разбиться от такого удара. В таком месте твои карманные часы всё равно что твоё сердце. Если не остановятся, то всё кончено. Но... Господи. Слушайте, это место вообще нас не любит. Ты в порядке? Нет, наверное. Что случилось? Только не говорю мне, что эта штука может контролировать землю. Великое дерево. Прям вот из Дарксоулс какой-нибудь. В каком случае ты будешь в опасности? Не могу придать другой путь сбежать, не подвергнув твоей часы опасности. Ни одной из моих орудий не сработает в такой ситуации. Что же мне делать? Что это было? Луна! Луна с топором. Где она обрела эту штуку? Луна! Кажется, перед нами происходит что-то очень жестокое и кровопролитное. Впечатляющее. Луна, я рад видеть, что ты в порядке. Я уже что-то думал, что мы Луну вообще, возможно, до конца головы самой не увидим. Или не увидим вообще. Даже в этой части больше. Так что я рад, что она вернулась. Здесь ее не подменили. Эх, да, это моя девочка. Спасибо, что спасла нас. Эх, Луна опять самый ценный игрок команды. Я так счастлива видеть тебя. Это было потрясающе. Ты не ранен, наверное. Правда, хотел видеться с тобой снова. Не углуправ, ты сильно изменилась за эти 10 лет. И не знал, что ты можешь делать что-то подобное. Ты гораздо лучший вор, чем я. Мы стали сформировать дуэт или что-то подобное. Не говори такие вещи, Луне. Не ревнуй. Ты даже можешь быть хорошим вором, если будешь упорно работать. Я хочу быть противоположным. Луна посмеялась. А, это для меня? Пусть и загадочный ключ. Может, этим сложно использовать его, чтобы открыть эту дверь? Да, должны попытаться. Спасибо, Луна. Я очень счастлив, что мы снова вместе, но... Есть кое-что, что я должен тебе рассказать. Мы не можем больше терять времени. Есть кое-что, что я должен рассказать тебе. Мы не можем больше терять времени. Так, я на полу ставил, потом наедем повторил фразу. Ты имеешь в виду то, что ты разгадал раньше? Да. Луна, я уже узнал правду об этом месте. Но, чтобы быть уверенным, я должен спросить тебя кое-что. Луна. Кто-то сбежал из приюта. Ты сделал что-то, чем мне ты не очень гордишься. Судя по твоему выражению лица, я полагаю, что это правда. Что это за вопрос такой? Сейчас ты поймёшь. Время раскрыть правду о полуночном экспрессе. Сейчас, мне кажется, мне не получится раскрыть правду, потому что я не такой умный, как Нил, но я постараюсь. Время дедукции. Но, вероятно, здесь все люди, которые с какими-то грехами, там, какие-то грешки за душой имеют. Это самая дедукция, которую я пока что сделал. Если провалюсь сейчас, я никогда не смогу спасти людей, пойманных здесь. Вперёд, Нил, мы слушаем тебя. Чтобы понять лучше, что это за место, я хочу начать сначала. На тех перевезли в это место с помощью поезда под названием полуночный экспресс. Этот поезд соединяет два важных города, Рэйвенволл и Блубэлл. Да, это популярный поезд в Рэйвенволле. Разве вам это не кажется странным? Странным? Есть множество людей, которые исчезли в этом поезде, как мы. Почему же никто не сообщал об этих исчезновениях? К этому моменту уже должны быть в крайней мере слухи о людях, исчезающих в поезде. Ты прав, я об этом даже не думала. Мы уже знаем, что полуночный поезд экспресс проклят, но... Что вызывает-то проклятие? Почему только некоторые люди оказываются здесь? Полуночный экспресс выбирает людей, которые подходят под условиями, или убирает случайное холодильник. Но под условия определённо зла, что люди, кстати, которых никто не станет искать. В этом месяце мы не знаем, какое это условие. Вот почему я упомянул исчезновение. Разве не странно, что никто не заметил, что кто-то исчезал на этом поезде? Члены семьи или друзья, пропавшие человека, должны были заметить исчезновение. Я думаю, причина, по которой никто не говорил об исчезновениях, это то, что неукодоложитель наше исчезновение. Мы больше не существуем в реальном мире, чего... Я не очень понимаю. Из-за того, что ты вспомнил полу, он помнит меня. Да, что-то я неправильно понял. Ты говоришь, что... А, ну да. Ну блин, мысль была не очень понятно изложена, я это имел в виду. Ты говоришь, что никто не... Заметил бы наше исчезновение. Сначала думал, что это было причиной. Я думаю, мы все довольно одинокие люди, никто не заметил, что мы исчезли. Но это не главная причина, только одно из последствий настоящей причины. Я осознал это благодаря твоим отношениям с Аполло. Он хотел найти тебя, но он не мог доложить в том исчезновении. Что ты имеешь в виду? Я бы никогда не смог понять настоящую причину, если бы не встретил людей, пойманных здесь. Луна, Диана, Аполло, Селена. Все бы вы помогли мне понять правду. То, что у нас есть общая. У нас нет семьи, мы все преступники, мы все сейчас эксперимент. Наверное, мы все преступники. Преступники, в этом нет смысла. Это правда, что я совершил преступление, но никто еще не делал ничего подобного. Нил, скажи мне, что это неправда. Прости, но это правда. Мы все совершили преступление в какой-то момент. Аполло не мог доложить в том исчезновении, потому что ты была вором. Если бы они нашли тебя, ты была бы в беде. Мы все в этой ситуации. Ты не можешь найти причины, например, Класс совершил преступление Аполло. Он бы не сделал чего-то подобного. Это невозможно. Преступление Аполло Карлсона это убийство. Мы об этом уже знаем. О чем ты говоришь? Аполло бы никогда чего-то такого не сделал. Для его защиты у него не было выбора. Если бы он этого не сделал, может быть, он и не был бы в живых. Потому что это был несчастный случай. Но это все еще преступление. Он решил сбежать, зайдя на полуночный экспресс. Если бы была самозащита, это не означает, что он преступник. И отказывайся доверить. Аполло не такой человек вселенной. И что значит девушки пойманы в первом здании. Какое преступление совершила она? Незаконный эксперимент, я так понимаю. Она так и не признала это, но она напоминала, что она проводила неэтичные эксперименты в прошлом. Понятно. Подожди минутку. Это означает, что Луна тоже совершила преступление? Это невозможно, верно? Я тоже не был уверен. Вот почему я задал этот вопрос раньше. Луна, я не уверен, что это преступление. У меня есть предположение, но я бы предпочел пока не говорить. Я не буду на тебя давить из-за этого. Но это правда верно. Это правда верно, что ты тоже совершила преступление в прошлом. Луна. Очевидно, я тоже преступник. Я совершил ужасное преступление. Но там нет смысла. Ты хочешь быть детективом? Вот почему я хочу быть детективом. Еще попытаться искупить весь урон, который я причинил. Даже хотя я знаю, что это невозможно. Я не знаю, что сказать. Я не ожидал этого. Но я полагаю, ты прав. Даже если я не хочу принимать этого. Мы все преступники. Поиск переводит людей, которые совершили преступление в эти здания. Знаю это, легко понять, чем эти здания являются на самом деле. Эти здания тюрьмы или экспериментационные центры. Я бы не знаю, я бы сказал, что это какие-то экспериментационные центры. А то, мы же не хотим экспериментировать на преступниках. Не дашь это эксперимент. Чувствую, будто они хотят нас как-то наказать. Ну, не знаю, блин. А смысл в тюрьмах, из которых можно сбежать? Это тюрьма? Тюрьма – это место, где держат преступников. И именно этим является это место. По сути, «Ночный экспресс» занимается тем, что берете преступников в их тюрьмы. Если она даст сбежать, наши преступления будут прощены. Не стоит нам еду, одежду и место, чтобы спать. Она не хочет убить нас, просто поймать мне здесь ловушку. Так, все это время мы были плохими ребятами, мы заслуживаем этого. Наказы преступников – это хорошо, верно? Этот поль сделал что-то хорошее. По моему мнению, полуночный экспресс – справедлив или несправедлив? Ну, если среди посетитатского жопа, наверное, нет. Многие бы люди подумали, что этот поль сделал что-то хорошее. Сотверать преступников не кажется плохой вещью. Однако, правда ли ты думаешь, что Аполло Карсон заслуживает быть пойманным здесь? Конечно нет. Может, и сделал что-то плохое, но он не хотел этого сделать. Лично я думаю, что и ты не заслуживаешь быть здесь. А? Почему ты в это веришь? Лично Аполло я выбрала стать лором. Полуночный экспресс не учитывает мотивы или обстоятельства, которые привели людей к совершению преступления. Это не имеет значения, насколько серьёзно преступление. Даже возраст преступника. Все люди судятся одинаково, я не могу согласиться с чем-то подобным. Ты имеешь в виду то, что ты тогда совершил небольшое воровство, получи то же наказание, что ты всё время убийца? Не думаешь, что эти преступления можно сравнить? Да, мы все останемся пойманными здесь навечно, если мы не успеем на поезд. Не важно, какое преступление ты совершил. Проклятие всё ещё повлияет на тебя. Этого не может быть. Ты преступники должен запустить как-то за свои преступления. Но в Полуночной экспресса нет права судить нас. Селена не говорит, что мы здесь плохие ребята. Настоящий преступник – это человек, который проклял поезд. Ты знаешь, кто преступник? Чёрная шестерня, наверное. Всё как-то вращается вокруг неё. Конечно, я подмываю сказать, что это мы сами, но... Чёрная шестерня? Почему ты так думаешь? Перед тем, как отвечать на твои вопросы, я должен объяснить его нечто такое чёрная шестерня. Это организация, которая занимается уничтожением преступников, которых полиция не смогла поймать. Преступники, которых сложно поймать, или преступники, которым удалось избежать правосудия с мочью взяток, необычно убивают их и оставляют карточку рядом с трупом. Они ампутируют ноги или руки мелких преступников, чтобы они не смогли снова совершить преступления. Это большая, могущественная и хорошо структурированная организация. Даже полиция не может ничего сделать. Не говоришь, что нельзя это ради общества, чтобы очистить мир от нечистот. Делать такую вещь? Правда, не делать их тоже преступниками. В них поддержка многих горожан, которые чувствуют себя безопаснее благодаря им. Прямо сейчас лидер это... Правосудие и второй по командованию это чистота. Все в организации используют кодовые имена. А чистота это ведь та женщина, которая проходила капула, если не ошибаюсь. Ты очень хорошо проинформирован. Моё преступление связано с чёрной шестернёй. Вот почему я знаю так много. Мне любопытно, но можно лучше не спрашивать. Подожди, то есть я ещё не сказал нам, что ты думаешь, что они преступники? Полночный экспресс занимается наказанием преступников. Это то же самое, что делает чёрная шестерня. Есть смысл предположить, что человек, который проклял поезд, должен быть связан с ними. Это люди, одержимые наказанием преступников. Очевидно, это просто теория. По крайней мере, теперь мы знаем, почему мы здесь и кто преступник. Это первый шаг к тому, чтобы разрушить это проклятие. Но если нам удастся сбежать, разве мы в ней не будем в опасности? Чёрная шестерня может напасть нас в любой момент. Мы все преступники? Вот почему сейчас у нас две цели. Первая — это вернуться в наш мир. И вторая — остановить чёрную шестерню. Да, ты прав. Луна, давайте мы всё, что сможем вместе. Это топор, который вы нашли раньше. Так как он в хвостном состоянии, он целмался. Время использования. Дерево больше не двигается. Я собираюсь попробовать ключ, который нашла Луна. Да, открылась. Ну что же, теперь всё понятно. Более-менее. Всё, конечно, очень интересно знать, что за преступление совершили Луна и Нил. На самом деле, наверное, выдвину предположение, не знаю уж насколько верно оно, что Луна убила того человека, который убил её родителей. Его же нашли мёртвым. Если не ошибаюсь. Хотя-то с тем недавно говорилось. Но я не удивлюсь, если преступление Луны связано с этим. Тоже, честно говоря, Луна к нескольких трудностей с тем, чтобы уничтожать своих врагов. Луна, подожди. Давай сначала пойдём по этому пути. Есть кое-что, что я хочу, чтобы ты увидел. Я имею в виду, никогда там не была, но я вижу кое-что интересное отсюда. Если не будет осторожнее, Луна осознает правду. Очень красиво. Какое прекрасное место, я не ожидал, где здесь что-то подобное. Достаточно искусственных цветов. Мне не пахнут, как настоящие цветы, но, по крайней мере, они красивые. Луны, тут есть цветы, которые привлекают её внимание? Ты знаешь, как я имею в виду, верно? Давай посмотрим на них. Я знал, что ты всё ещё помнишь эти цветы. Что у них такого особенного? На нашем приюте было множество таких синих цветов. Мы использовали... Мы ранее делали из них венки. Мы не знали названия цветов, так что мы решили, что мы поищем ответ, когда только покинем привет. В конце концов, я все ещё не знаю их имя. Они называются Незабудки. Что это за имя такое? Они наверняка смеются надо мной. Нет, 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 ты серьёзно, они называются... Незабудки. Правда? Какое странное имя. Они обращают хорошее вспоминание о связи между людьми, помимо прочих вещей. Как будто бы они напоминали о твоих любимых моментах с другими людьми. Да, что-то подобное. Ты очень хорошо проинформирован. Моя мать любила цветы, так что наш дом раньше уколон ими. Вот почему я знаю так много вещей. Я тоже люблю цветы. Ты всегда оставляла розы, когда крала что-то. Подарок для полиции. Иногда ты лишаешь мне дара речи. Эй, Луна, почему тебе надо не осознать себе одну из этих Незабудок? Она никогда не увянет, в конце концов. Это неплохая идея. Держи. О, всё разрисовано. Блин, что-то мне стало очень грустно. Даже слёзы на глаза немного навернулись. Интересно, кто сделал все эти рисунки? Должно быть кто-то очень талантливый. Да, конечно. Как-то стало грустно. Когда я увидел эти рисунки на стене, ведь Селена опрещена на то, чтобы остаться здесь. А Луна даже об этом не подозревает. Да, и ведь я изначально ей так сильно не доверял. Даже, наверное, сильнее, чем условному Аполу. Который... Хотя, наверное, я не знаю. Наверное, Апола сразу поставил нас в такой антагонистической позиции, поэтому... Как-то... Почему-то... Сложнее доверять людям, которые ведут тебя... Ведут тебя не дружелюбно по отношению к тебе в таких играх. Тротят яблоки в коробке. Хоть и сесть их, но решили этого не делать. Хочу ли тебе не взять их себе? Я уверена, что прошли часы сих пор, как вы ели что-то в последний раз. Они выглядят не очень вкусными, но они помогут снять энергию. А что насчет тебя? И меня за еда запустена для счастья из случайных случаев. Вам нужно больше, чем мне, если ты понимаешь, что я имею в виду. В четвертом здании может быть тяжело. Та же странное лицо Луны. Мне лучше, кстати, смотреть на яблоки. Она даже не слушает нас. Тогда я возьму их. На самом деле, мы их не усердим. Блин, силен для вора, конечно, очень сильно палится. Перед тем, как откроем эту дверь... Я не знаю, как сказать это. Я имею в виду, за этой дверью... Ах, как бы мне это сказать? Все это есть предупредители, не о том, что за этой дверью, но не может стать допередованный. Твои воровские инстинкты чувствуют какую-то опасность за дверью? Да, это так. И что думаешь, что может быть? Дай подумаю. Может быть, взрывы, ядовитый газ, взрывы, огонь, взрывы, землетрясения, взрывы, монстры. Возможно, даже взрывы. Слишком много вариантов. Взрывы — это проблема. И что нам делать? Если только один путь вперед, мы должны открыть двери, чтобы делать так и позабочиться об этом как-нибудь. Ты не кажется убежденным, я также стараюсь помочь так, как смогу. Луна, не стесняйся, возьми мою руку, если понадобится. Быстро двигайтесь, не стойте на месте. Так, зет-зет-зет-зет-зет-зет-зет-зет-зет-зет-зет-зет. Бедная луна, луна, ты в порядке? Нет времени на вопросы, двигайтесь снова, быстро. Луна, зима у рука. Я знаю, это сложно для тебя, но мы сможем это сделать. Подожди, подождите еще чуть-чуть. Держите, подержите еще чуть-чуть. Мы здесь с тобой. Многие трясутся, но едва может двигаться. Если так пойдет и дальше... Следующий. А, луна, ты должна двигаться. Луна! А луна тоже была в этой галереи? Луна, я рад видеть тебя снова. Рада. Луна, я рада видеть тебя снова. Ты в порядке, если есть какие-то раны и позабочишься о них? А? Ты удивлена видеть меня? Ну, верно, прямо... Ну, прямо сейчас я предположительно дошел эти поймы на одна фер... В одиночестве первом здании. Или должна ли я сказать, в первой тюрьме? Не у тебя счастливится меня за то, что я сделала с ним? Не согласен перед ним извиниться. Я была напугана и принимала не лучшее решение. Прости. Я бы хотел, чтобы я могла быть храбрее, но я боюсь одиночества. Так что из смерти, вот пусть я придумала... Придумывала разные лекарства. Я хотел исцелить болезни, чтобы люди могли жить дольше, но... На пол написано «Он». Так как я очень юна, взрослые недооценивают мои способности и не позволяют мне проводить мои исследования. Так что все мои эксперименты и исследования были незаконными. Никто не умер или не был ранен, я обещаю. Но что-то могло быть ужасно не так. Я совершил мое преступление ради других. Но ты, наверное... Ты, наверное, самый опасный преступник из всех нас, верно? Я доверял тебе, думал, что однажды ты превернешься, чтобы спасти меня. Но зная, кто ты на самом деле, я полагаю, ты никогда не намеревалась спасти меня. Раз ты не должно было позволить мне сбежать с Нилом, это было бы лучшее решение. Нил будет разочарован, как далеко он узнает, кто ты на самом деле. Если ты была поймана в первой терме вместо меня, ты могла бы отплатить за весь урон, который нанесла. Это достаточно, ученая, теперь моя очередь. Ага, ученая? Ты говоришь обо мне? Но я не знаю, кто ты такой. Это кошмар, Луна, это же не по-настоящему. Но мы оба знаем путешественницу. Путешественницу? Ты имеешь в виду Луну? Да, хотя я не думаю, что это хорошее прозвище. Ты не путешественница, ты просто убегаешь. Мне нравится твое поведение. Мне понравилось твое поведение сразу же, когда я видел тебя. Я хочу, что ты друг Селены, хорошего моего друга. Однако я не могу больше уважать тебя. И был человек, но у меня не было выбора. Так, ложь это обычная жизнь, и ты решила стать преступницей. В том, что ты сделал, не было нужды. Ты не совершала мелкие преступления, ты сделал кое-что очень серьезное. Как же не связал этого раньше? Я не могу поверить, что я доверился, что ты поможешь Селес. Меня также жаль Нила. Я не могу вообразить, насколько он будет разочарован, как только он узнает правду о тебе. Я был наказан за то, что нарушил правила. Но думаю, ты заслуживаешь наказание хуже, чем я. Ты не заслуживаешь сбежать с Нилом. Апола, прекрати быть таким грубым с Луной. Ты напугаешь ее? Я так-то напуган, но мне лучше ничего не говорить. Я просто говорю ей правду. Тебе должно быть тяжело видеть, как твои два лучших друга спорят, верно? Отличие от нее никогда не бросало тебя. Никогда не брошу. Ты прав. Луна, я хотела доверять, я хотела верить тебе. Ты важный человек для меня. Когда ты сбежал из приюта, я думал, что ты сделал это, чтобы жить лучшей жизнью. Ты на самом деле совершил эти ужасные преступления. Честно говоря, вдруг задумался. А можем ли мы теперь даже доверять Луне, если подумать? Если так подумать, то я бы даже сказал, что, возможно, настоящие протагонисты Грани Луны. Они оба протагонисты, но я не знаю. У меня зачастую такое чувство, будто мы с какой-то... Мы зачастую смотрим на нас с точки зрения Нилы. Но не оба протагонисты, но я, честно говоря, не знаю. Хотя, учитывая, что не все преступники, вряд ли кто-то не может считать положительным персонажем. Ладно. Нет, на самом деле, как-то я не обдуманно это сказал. Но, честно говоря, не знаю. Честно говоря, мы же даже не знаем, что Луна думает. Мы ни разу не видели ни одной из ее мыслей. Все, что мы не знаем, то, что она пишет. То есть мы гораздо чаще бывали, так сказать, в главе Нила, а в главе Луны никогда. Но ты, на самом деле, совершил эти ужасные преступления. Я думаю, мы были хорошими друзьями. Но ты и не рассказал мне о своих планах. Если бы ты это сделал, я могла бы помочь тебе. Может быть, ты не стал бы таким человеком. Ты никогда не считал меня своим другом, верно? Ты так болезненно. Ты бросил меня, ничего не сказав. Ты никогда не думал о том, как я себя чувствую. Я думаю, этого достаточно. Вот ты где. Нил, ты собираешься защищать Луну, несмотря на то, что она сделала? Конечно. Это не удивляет меня. Ты сентиментальный идиот. Мы все сделали что-то плохое. Мы не слишком обещаемся, верно? Но ее преступление гораздо хуже. Она права, хотя я не хочу это признавать. Ты все еще хочешь сбежать с ней? Да, я не нарушу свои обещания. Луна и я движим из этого места вместе. Но как только верете в наш мир, я убежусь, что она заплатит свое преступление в настоящей термии. Луна, если я хочу быть детективом, я не могу игнорировать твое преступление. Ты должна заплатить за него. Что ж такое сделала Луна? Как только мы выберемся отсюда, мы станем врагами. Повезла тебе, Луна. Ты наконец-то сможешь заплатить свое преступление. Почему ты делаешь такое лицо? Ты всегда знал, где это закончишь. Вот это и тот конец, который я хотел для тебя. Но я знаю, что это то, чего ты заслуживаешь. Ты заплачешь за урон, который ты причинил своей жизнью. Чем же преступление Луны? Теперь мне кажется, что она просто убила этого террориста. Может, сама Луна связана с чертой шестерней, кстати, даже. Я не знаю. О, они поменялись ролями после первой головы. Луна, ты наконец проснулась. Ты в порядке? Мы очень беспокоились за тебя. Не успас все от взрыва, когда ты потеряла сознание. Луна вернулась от всех взрывов, пока нес тебя. Это было впечатляюще. Мы сильно пролегнулись благодаря телению. Я думаю, мы должны быть рядом с поездом. Больше бояться нечего. Луна, что не так? Ты нехорошо себя чувствуешь. Это понятно. Ты должна отдохнуть. Ты же хотя руки не отрясутся, я думаю, я еще можешь нести тебя на своих руках. Мои руки не отрясутся. Нет достаточно силы, чтобы нести Луну на руках. Блин, кстати, вспомнил. Луна не слонила на руках, хотя она столько выше ее. Ну, как скажешь. Почему ты не веришь мне? Что ты говоришь? Мы так не думаем о тебе. Ты мой друг. Луна, прекрати говорить это. Я сам себя рядом с тобой, чтобы не случилось. У меня дело до того, что ты сделал в прошлом. Нью тоже так не думает. Если он так думал, он бы не рискал своей жизнью, чтобы спасти тебя от взрывов. Что происходит? Луна думает, что мы будем ненавидеть ее за ее преступление. Это глупо. Мы все допускаем ошибки. Преступление – это не просто ошибка. Но Луна другая. Не важно, кто совершил его. Преступление – это все еще серьезная вещь. Ты мне не помогаешь. Я встретил нескольких людей, которые совершили преступление в этих зданиях, но я их не ненавижу. Я не думаю, что ты исключение, Луна. Также я был бы лицемером, если бы я судил тебя за это. Я тоже совершил преступление. Это трудно принять ошибку, которую совершил в прошлом. Но я здесь, чтобы поддержать тебя. Луна, которая ее встретила в полночном экспрессе – это чудесный человек. Это то, что имеет значение. Но все еще я думаю, что мы не должны игнорировать преступление, которое совершили. Это что-то, что нельзя легко воспринимать. Хорошо сказано, Нью. Так гораздо лучше. Но Луна не кажется убежденной. Так, мы все преступники. Это не то, чем можно гордиться, но мы не можем из них прошлое. Что же, думаю, остался финальный рывок. Так много цветов. Ой, ну мы могли бы сделать венки с помощью них. Давай сделаем венок для Нью. Могли бы использовать красные цветы. Я оценю детали, но у нас нет времени на это. Эх, а жаль. Что-то написано на доске. Перерыв, брейк. Другое слово написано на доске и в том здании, и в этом здании, прямо как я его ображал. Теперь когда-то упомянул, вот это правда, я забыл об этом. Полуночный экспресс, проклятие, брейк. Ну, брейк не перерыв, значит, это типа развеять, проклятие. Ну, я не знаю, зачем уж использовать эти слова. Мы должны сломать что-то? Я не знаю, но это должно быть написано в последнем здании. Мы не должны этого забывать. Это может быть что-то важное. Еще одно сохранение. Что-то они очень часто. Интересно, это уже конец или все же? Нас ждет еще какая-то загадка. Нет, мы дошли. Это конец. Мы на месте. Таким мог бы и в прошлой серии, наверное, уложиться. Ну, посмотрим. Кто знает, что сейчас произойдет. Мы на месте. Поезд. Лона, подожди, ты не должна пока заходить в поезд. Есть кое-что, что я должна рассказать тебе. Это гораздо сложнее, чем я думала. Я не могу подобрать правильные слова. Селена. Все хорошо, Нил. Спасибо, что хранил мой секрет. Я смогла... Я очень смогла... Я смогла... Сильно повеселиться благодаря тебе. Но время, как я и обещала, собираюсь теперь рассказать ей правду. Луна. Я не могу зайти в поезд с тобой. Посмотри на мои карманные часы. Стрелки больше не двигаются. Я... Опоздала на поезд давным-давно. На самом деле прошло три года с тех пор, как я опоздала на поезд. Я его помню здесь в одиночестве долгое время. Я даже не знаю, как я выносил это так долго. Я чувствую себя пустой внутри. Я чувствую себя эмоции, которые я чувствовал, были печаль и отчаяние. Когда я видел тебя, я снова почувствовал счастье. Впервые за три года я почему-то начинаю думать, что вдруг Луна останется в итоге в третьем здании сама. Впервые за три года я наконец-то могла почувствовать радость снова. Я знал, что это счастье продлится всего три часа и что мы разделимся снова. Но не сказал тебе то, что не хотел, чтобы ты жалела меня. Я расхотела почувствовать счастье рядом с тобой снова. Не упомнил правду прямо с самого начала, но я сказал ему ничего тебе не говорить. В итоге мой план провалился. Мы разделились и не смогла провести долгое время с тобой. Мой план подвергте опасности. Я была очень эгоистична, что не сказала правду. Если ты злишься на меня, я пойму это. Однако, я надеюсь, ты сможешь меня простить. Я полагаю, ты, родные, злишься. Тебе нужно прощаться, если не хочешь. А? Луна? Нет, 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 пожалуйста, не плачь. Если заплачешь, я тоже начну плакать. Я иду в порядке здесь. Я уже продержалась долгое время. Я иску продержаться еще теперь, когда я видел тебя снова. А? Твои карманные часы? А что ты показываешь их мне? Ты хочешь отдать их мне? Я их не приму. Я не хочу их, правда. Ты так-то должна зайти на этот поезд. Не настаивай, я не приму их. Не собирайся заходить в поезд вместо тебя. Луна, встань и зайди в поезд. Собираешься сидеть здесь, если я не приму твои карманные часы? Луна, ответь, пожалуйста. Я хочу, чтобы ты зашла в поезд. Пожалуйста, это не то, чего я хочу, Луна. Я натирать попробую что-нибудь. Паночки-экспресс, ты слушаешь меня, верно? Есть кое-что, о чем я хочу попросить тебя. Пожалуйста, с той стрелки моих часов снова двинутся. Если я здесь то, что вор, я прошу, я умоляю, чтобы ты просил мое преступление. Позволь мне сбежать с Луной и Днилом. Пожалуйста. Я сожалею о моем преступлении. Дай мне второй шанс, прошу. Я хочу использовать мою жизнь, чтобы искупить весь урон, который я причинила. Я хочу вернуть и вещи, которые украл их владельцам. Я буду упорно работать, чтобы сделать это. И не хочу умереть здесь. И что они запомнили остальные как... Как вора. Пожалуйста, дай мне еще времени. Это не работает. Мои карманы счастливы остаются прежними. Я бы хотел, по крайней мере, быть воином пойманной во втором здании. Я могла убить Сапола. Повночь, экстресс, послушай меня тоже. Нин. Раз ты не думаешь, что Селена уже достаточно заплатила за свое преступление. Она взошла на поезд, потому что она решила перестать быть вором и найти нормальную работу. Или ты еще наказываешь ее за это. Если бы она не взошла на поезд, она бы все еще была вором. Позволь ей зайти на поезд, чтобы она смогла отплатить за свое преступление в настоящем мире. Пожалуйста, позволь ей пойти с нами. Спасибо, Нил. Но мои карманы и часы все еще не работают. Я знал, что это не сработало, но я все равно хотел бы попробовать. Мне было нечего терять. Похоже, что полуночный экспресс слишком строг. Но это так несправедливо. Это больно, не ведь, если вы можете ничего сделать. Это очень больно. Есть кое-что, что ты и Луна можете сделать. А? Что же? Луна, ты меня слушаешь? То есть, если хочешь остаться здесь, ты хочешь пропустить поезд и остаться со мной? Я не ожидал этого. И полагать ей нет дела до того, что случится с Нилом. Что ты говоришь? Если ты остановишься в этом здании со мной, Нил взойдет на поезд один. Ты никогда не узнаешь, сможешь ли он сбежать из последнего здания. Сможешь ли ты жить, не зная этого. Нил может оказаться в лужке одиночества или даже умереть там. Но, раз тебе нет дела до того, что случится с ним, это не имеет значения. Селина, ты чересчур. Это печально, потому что ты единственная, кто могла спасти его и убедиться, что он сбежит в живом. Удачи, Нил. Я надеюсь, ты не умрешь. Ты изменила решение? Я знаю, что это сложно, Луна. Но я правда хочу, чтобы ты сбежала. Я хочу, чтобы ты сбежала, потому что я хочу, чтобы ты была счастлива. Правда в том, что в мгновение я тоже хотела, чтобы ты осталась со мной. Я хочу быть с тобой, но не в этом месте. Я не хочу, чтобы ты тратила свою жизнь на меня. У тебя есть возможность жить обычной жизнью. То, что я видел от тебя ненадолго, было достаточно. По крайней мере, тебе я знаю, что ты в порядке. Я хочу, чтобы ты не избежала отсюда. Я уверена, что я так жил то, и чего хочет Аполло. Мы хотим, чтобы ты продолжала жить. Мы доверяем тебе, я знаю, что ты найдёшь путь спасти нас. Если мы смогли встретиться снова после стольки лет, мы сможем сделать это опять. Нил, позаботься о Луне. Делай всё, что понадобится, чтобы сбежать из последнего здания. Иначе я никогда тебя не прощу. Это моё намерение. Честно говоря, я была разочарована, когда меня отделила от Луны и оказалась с тобой. Я заботилась только о Луне. Но теперь я счастлива. Мне было очень весело с тобой. Ты хороший человек. Вот почему я знаю, что Луна будет в безопасности. Спасибо тебе за всё, Нил. Я делаю всё, что смогу, чтобы развить это проклятие. Мы выберемся отсюда, я обещаю. Надеюсь, что этот день скоро придёт. Но если ты сбежишь из последнего здания и сможешь найти путь спасти нас, я хочу, чтобы ты уничтожил полуночный экспресс в настоящем мире. Сожги его, если необходимо. Уничтожить его. Больше не будет жертв, если никто не сможет зайти на поезд. Если ты не сможешь спасти нас, по крайней мере, ты сможешь помешать другим людям оказаться в этом месте. Если мы уничтожим его, мы не знаем, что случится с тобой. С вами. Это не важно, на что случится с нами. Мы уже поедем. Мы уже проиграли. По крайней мере, мы не последними жертвами. Это слишком крайняя мера. Только если проклятие нельзя разрушить. Кстати говоря, ты опоздаешь на поезд, если мы продолжим говорить. Это правда. Всего несколько минут осталось. Терр, Терр, заходи на поезд. Прекрати дурачиться. Ты не можешь толкать нас. Хорошего путешествия. Луна, это хорошая идея. Это подходит тебе, Селена. Из заботки, которые давала тебе раньше, ты даешь их мне? Спасибо. Спасибо тебе огромное, Луна. Я определенно не забуду все воспоминания у нас с тобой. Никогда. Я рада, что я смогла... С... Приключаться с тобой снова. Я отказываюсь верить, что это конец. Я определенно увижу тебя снова. Мы в роду, что сдавать воспоминания. Все мы вместе. Ищет ли венок завершенность. Цветы красивые, правда? Они синие. Прямо как твои глаза и твой бантик. Они тебе хорошо подходят, Луна. Да мы же не накажем нас за то, что мы собираем цветы без разрешения. Я был бы не против быть исключена из приюта. Я хочу осмотреть внешний мир. Я встал быть заперта здесь. Только буду взрослым и наконец-то буду свободной. Я больше не буду в ловушке. Я стану искателем приключений. Я хочу изучить множество вещей снаружи. Например, мое приключение будет... Будет заключаться в том, что я узнаю, как называются эти синие цветы. Это не розы, не тельпаны. Это точно. Это единственные цветы, которые я знаю. Тебе нравится идея? Ты хочешь иметь приключения вместе со мной? Я знал, что ты примешь. В конце концов, мы неразделимы. Луна, Виндов, Селена, Амброс всегда будут вместе. Навечно. Что-то меня занесло. Может, немного преувеличило. Но я бы хотела расти рядом с тобой. В конце концов, ты мой лучший друг. Ты оголела бы научить меня, как говорить лучший друг на языке жестов? Я получил новое слово. Должен научить меня еще многим словам. Мне теперь так грустно, ведь в том, что я не доверял. Но все-таки это было обосновано. Он пишет, что до сих пор, как мы зашли на поезд, может, он описывает, что он и сделал. Мне очень хотелось это узнать. Это была бы отличная затравка для следующей части, которая, кстати, будет финальной. Селена была такой хорошей. И я ей не доверял больше всех, наверное. Но в итоге, она и правда не замышляла ничего злого для нас. Но мне сейчас же интересно, правда ли в четвертом здании не будет никаких новых персонажей. Где-то я это вроде слышал или читал. Ну, не будем загадывать. Он и пишет, что до сих санхор, как мы зашли на поезд. Закончил то, что писал. Это письмо или что-то подобное? За облудение нужно мне отвечать. Я знаю, это сложно, особенно для тебя. Но мы не можем пока сдаться. Мы найдём способ помочь другим. Теперь, когда мы знаем, что мы у тебя совершили преступление, я хочу извиниться. С самого начала я не сказал тебе, что я за человек. Я сделал кое-что ужасное. Я думаю каждый день о преступлении, которое я совершил. Это что-то непростительное. Я бы хотел вернуться назад во время и изменить то, что сделал. Я ещё не принимаю предложение. Моё преступление. Я не принимаю себя. Преступник, который хочет стать детективом, ты должен быть думать, что я лицемер. Это правда. Я лицемер. Я не отрицаю этого. Даже так мне нужно стать детективом. Это мой способ искупить урон, который я причинил. Иронично, верно? Может, ты думаешь, что я должен признаться в том, что я сделал полиции? Если бы я это сделал, это было бы бесполезно. Реально рассказать тебе правду обо мне. Я не хочу продолжать сказать это от тебя больше. Я хочу, чтобы ты знал, что я за человек. И собираюсь рассказать о моём преступлении. Нет, нет, нет! Какие титры в такой момент? Какой ужасный, 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 несправедливый и безжалостный, абсолютно безжалостный Клиффхенгер от автора. И что я теперь полгода буду ждать? Или даже год? Что ж совершил Нил? Это было просто бессердечно от Лидии. Оно, я думаю, те, кого запил эту историю, точно с нетерпением будут ждать новые части. Это, говоря, конечно, было очень мало в Луне. Если бы было много Нила, ну, Нила всё-таки там было много. А, мне понравилась Селена. То есть все персонажи понравились, разве что с Дианой, мне кажется, пройди совсем уж мало времени. Судя по скриншотам, оно должно, я думаю, оно как-то даже, возможно, появится, так сказать, вживую в этой главе, но в итоге это было просто видение. Диана, кстати, со своей прической на Спрайте маленьком чем-то на пирата, похоже. Эх, не знаю, блин, грустно, хотелось бы увидеть её ещё. Не знаю, мне кажется, он нераскрытым персонажем. И снова мы остались вдвоём. Никаких перестановок не происходит. Продолжение, как известно, следует. Надеюсь, что вам понравилось. Интересно, какое же всё-таки преступление совершили наши герои. Возможно, преступление Луны и правда как-то связано с этими террористами. Но в чём же преступление Нила? Возможно, оно тоже как-то связано с этими террористами. Хотя, скорее всего, очевидно, оно имеет отношение к чёрной шестерне, потому что, собственно, он так много о них знает и всё такое. В любом случае, на этом заканчивается третья глава. Всё, что нам остается, это спокойно и мирно ждать четвёртую. Ну, я бы не сказал, что, например, на голову выше предыдущих, но достойное продолжение, без всяких сомнений. Игра всё ещё очень хорошая и приятная. Мне нравятся и персонажи, и сюжеты, и геймплеи, хотя и никак не выделяются. Среди прочих, среди жанра тоже очень приятные. Надеюсь, что понравилось и вам. Продолжаем ожидать. Ну, по крайней мере, скоро выйдет продолжение на Эль, которое смягчит боль ожидания. Хотя бы эту игру мы продолжим проходить. Кстати, думал, не попробовать ли мне перепройти на стримах на Эль, чтобы вспомнить сюжет, потому что, ну, вы сами понимаете, уже год, что ли, прошло, или даже больше года с тех пор, как мы прошли восьмой сезон. Так что я очень многое забыл. Эх, ладно, как известно, когда я говорю о том, что можно постримить, обычно это не стримля, так что обольщаться не стоит. Ещё и продолжение Йортерн Тунтай мы ждём, да и Сердца ведьмы, другие концовки. Лапочно ждать нам ещё очень много чего. Некоторые не слышат, что даже продолжение моей игры ждут. Что вообще поразительно. Ещё раз Эйба Вангард. Надеюсь, вам понравилось. Мне понравилось. Всем спасибо и пока. До новых встреч. Увидимся в следующих видео. Всем пока.